Это только в сказках коты, любят гулять сами по себе, грациозные и независимы как Лани, мечтают о свежей сметане и дни напролет проводят нежесть на подоконнике. В реальности все коты очень разные. Есть тихие и независимые, есть ласковые лежебоки, игривые солнечные зайчики. А есть те, кто по таланту разносить дом больше похоже на собак. Представьте, что по шкафам и холодильником в вашем доме прыгает не Корниш Рекс, а Ротвейлер. Да-да, иногда действительно бывает похоже. Но если раздирать обои и мебель для кошек, это классика жанра, то есть оригиналы, которые идут дальше и переходят на уничтожение хозяйской обуви, сумок и любых других аксессуаров, приятных на зуб, особенно, проводов. Сравнение с Ротвейлером помните, что делать хозяевам котиков с железным характером, зубами и коготками, как не сойти с ума и найти к питомцу подход. Ловите рекомендации зоопсихоловов. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что деструктивное поведение не связано с проблемами со здоровьем. Кошки, испытывающие недомогание, могут вести себя странно и даже агрессивно. Поэтому прежде чем наказывать питомца за очередную шалость, обратитесь к ветеринарному специалисту и убедитесь, что с кошкой все в порядке. Во-вторых, у кошки могут быть моральные травмы. Если вы подобрали кошку на улице или взяли из приюта, если в жизни вашего питомца произошел сильный стресс, например, связанный с нападением, если он терялся ИПР, то плохое поведение может быть способом самозащиты, проявлением страха. Коты, не чувствующие себя в безопасности, ведут себя очень беспокойно. В таких ситуациях очень важно связаться с профессиональным зоопсихоловом, он поможет найти подход к кошке. Это самые серьезные причины негативных кошачьих привычек. Дальше будет полегче. Продолжаем. А что с гормональным фоном? Если питомец не прошел процедуру кастрации или стерилизации, то деструктивное поведение может быть связано с зовом инстинктов. Пушистый дон-жуан готов в буквальном смысле вгрызаться в стены, лишь бы совершить побег к даме сердца. Если это ваш случай, задумайтесь о кастрации. Правильное питание вы бы удивились, узнав, как много проблем со здоровьем и поведением связаны с недочетами в рационе. Возможно, ваша кошка грызет все подряд, потому что ей не хватает витаминов и микроэлементов. Пересмотрите рацион и приобретите специальные полезные лакомства, чтобы задобрить вашего разрушителя. Скука-то-дам, вот и главная причина, по которой кошки разносят дом, грызут провода, ботинки и портят мебель. Пока вы проводите на работе дни и вечера, вашему питомцу совсем нечем заняться, а ведь его энергии хватило бы на весь мир. С активными кошками нужно играть как можно чаще, чтобы буквально их выматывать. Но это еще не все. Нужно организовать максимально интересный досуг для кошки, пока вы будете на работе. В помощь вам многочисленные кошачьи многоуровневые городки, когтеточки с подвесками, интерактивные автоматические игрушки, которые работают при приближении кошки, мышки, мячики, игрушки с кошачьей мятой, со световыми и звуковыми эффектами, для кошек, обожающих грызть, идеально подойдут антивандальные игрушки, такие как снеговики конг. Пусть вас не смущает, что изначально это игрушки для собак. Самый маленький размер подходит и для кошек. Снеговиков приятно грызть, плюс, в них можно положить лакомство и кошка будет обречена провести много времени за попытками до него добраться. Да, возможно, ваша квартира станет немного похожа на детский игровой центр, но зато ваши вещи останутся целы. Кстати, с возрастом кошки становится спокойнее, так что, скорее всего, это временные меры. Игрушки необходимо чередовать, чтобы кошка не потеряла к ним интерес. Убирайте одни игрушки на время, доставайте другие, и так по кругу. Это позволит сохранить эффект новизны. А может, второго? Часто кажется, что содержать двух котов тяжелее, чем одного. Но на практике это может очень облегчить вам жизнь. Питомцы, совпадающие по темпераменту, сами друг друга развлекают. А ваши вещи в это время мирно лежат на полке. Совершенствуем пространство, если ничего не работает и кошка по-прежнему крушит ваши цветочные горшки и раздирает вон тот угол, придется заняться перепланировкой квартиры. Горшки можно отправить на балкон или в другое место, где кошка их не достанет. Доступ к стенам можно попытаться закрыть при помощи предметов обихода, а для мебели приобрести специальные чехлы, которые уберегут ее и от когтей, и от шерсти. А как вам идея отказаться от обоев в пользу покраски стен? Отбить у кошки интерес к обоям и мебели помогут специальные отпугивающие спреи для кошек, но с ними важно не переборщить. Друзья, каждый питомец – это индивидуальность. Поверьте, даже у самого милого пушистого котика найдутся свои недостатки. К тому же в чем-то вам повезло, ведь с кошами-терминаторами никогда не соскучишься. Мы надеемся, что никакие кошачьи шалости не испортят отношения между вами, и вы будете любить своего подопечного, даже если он носится по дому как ураган. А ведь любовь – это и есть ключ к успеху.